Вот опять мы нашли иммунную клетку. Это просто подарок судьбы лишь, поэтому она у нас говорит, что никогда не болеет простудными заболеваниями. Это хороший наследственный иммунитет, которому мешает стресс, спазм протока общего желчного, нарушение выделения желчи, поэтому в желчи мы видим застойный желчный пузырь. Поэтому мы сейчас не регулируем численность простейших с помощью желчи, которая является главным антибиотиком. И в результате у нас вот она опять, посмотрите, разве можно эту штучку назвать эритроцитом? Вот они какие у нас, да? Большое количество. Продукты воспаления их в кишечнике поступают в печень, печень увеличена. Мои пациенты на фоне протозоиного воспаления, это у нас больше всего амек, приходят ко мне с большими печеночными пробами высокими. И удается их вытащить, когда мы с вами убираем застой желчи, потому что желчь должна отрегулировать, запустить желчевыделение. Вот это вот что за штучки у нас, да? С хорошим иммунитетом, плохое желчевыделение. А вот мы и нашли грибок, называется мицелий дрожжевого гриба ангиды. Иммунитет хороший, а грибок работает, потому что сколько же можно уже болезненному состоянию быть? У нас слабый местный иммунитет, где? В кишечнике, потому что кто его нарушает? Вот эти данные простейшие. Значит, мы говорим на данный момент, о, смотрите, две ножки, две ручки, голова, да? Что еще надо, да? Какие красавчики у нас, да? Значит, протозойное грибковое воспаление на фоне дискинезии желчеводящих путей из-за стресса и напряжения. В результате мы еще получили и свищ из кишечника в забрюшенное пространство, которое дает нам образование. Поэтому ежедневные обязательные мероприятия, качественно, как следует, дотягиваясь, во-первых, успокоить мозг надо, да? Дотягиваясь до этого венозного угла, ощущая все процессы, которые мы проводим с вами с телом, ощущать их надо, дотянуться до них. Мозг успокоится, будет одна мысль, а метод мгновенного исцеления применяют. Мы отрегулируем численность вот этих ребят. Плюс мы посмотрим, какие травочки у нас здесь оптимально сработают. Слава богу, аллергизации нет, Ириш, да? То есть эзинофилов я здесь не увидела в крови. У нас с вами нет аллергизации, нет такой темы аллергии на что-то, на кожу. Была. На слизистые. А на что это было? На лекарственный препарат? Нет, поленоз. Поленоз. Значит, мы говорим, нужно будет посмотреть, как нам еще поленоз не заработать. Поленоз. И это есть продукты воспаления какого? Ирочка, посмотри, называется лейкоцит долгожителя. Смотрите, лейкоцит бежит за кандидой. Вот у нас кандида. О, какие тут у нас игры ведутся, да? Вот это иммунные клетки. Вот это кругленькая кандида активная. Сейчас лейкоцит направляется куда? К кандиде, потому что с кандидой он может справиться. А вот с этой большой, равной размеру эритроцита, клеткой, которая называется протозойное воспаление. Смотри, 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 загнал у нас лейкоцит. Кого загоняет, она остановилась, смотри-ка, да? Вот это вот кандида. Тут она остановилась. Сейчас мы посмотрим, он ее заберет или пойдет от нее. Так он пошел в другую сторону. Это говорит, ты смотри, куда она припряталась. Она припряталась в простейшей. Вот они друг друга помогают от иммунитета убежать. Зависк, убежали от иммунитета. Вот такие мы картинки видим. И эти картинки, самое важное, нас настраивает заняться правильным делом. То есть, не мутствуя мукава, заняться регулируемой численности простейших и грибов, восстанавливая собственное желчевыделение, кислотно-щелочное равновесие желудочного сока и кишечного сока и отрабатывая местный тканевой иммунитет и иммунитет слизистых. Диафрагмальное дыхание и растирание тела с устранением всех болевых участков позволят нам с вами отрегулировать вот эту вот тему. А именно, почему лейкоцит долгожителя, да? Потому что у лейкоцит долгожителя имеется вот такая лишь пипочка. Вот он такой с пипочкой идет, да? Потому что, когда мы смотрим лейкоцит долгожителя, я монтаж вам покажу, да? Вот, посмотрите, какая у нас картинка. Вот как ваш лейкоцит бежит и всех что делает? Поедает. То есть, вам повезло. У вас бабушка, не, бабушка до 92 дожила. Поэтому вы представитель иммунитета долгожителя. Но у вас бандитская пуля в голове. То есть, вас не научили жизнь воспринимать так, как реально, как есть. Поэтому вот началась стрессовая реакция. Всем жить в равновесии, в балансе, без стрессовых реакций.